Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Порядка 31 миллиарда рублей. Бюджет у нас все равно социальной направленности. Вопросы социальные – это образование, здравоохранение, соцзащита. Даже на соцзащиту у нас идет увеличение по сравнению с прошлым годом где-то на 221 миллион рублей. То есть все социальные выплаты, все обязательства мы будем выполнять. И исходя из этого, здесь мы говорим о том, что нам необходимо создавать новые рабочие места, нам нужно выводить нашу экономику из тени. Вот в этом направлении нам нужно работать. И я уверен, что если мы вместе, правительство, законодательное собрание, муниципалитеты, вот эту задачу будем выполнять, ну, у нас должно все получиться. Хотя бюджет сложный. При этом стоит отметить, что бюджет региона впервые за много лет стал профицитным. Но те 800 миллионов рублей, на которые доходы превышают расходы, полностью пойдут на погашение областных кредитов. Программа Экономика. Кировские чиновники учатся в Татарстане, как привлекать инвесторов. В состав делегации, которая отправилась в соседний регион, вошли представители различных областных министерств и государственных организаций. Коллеги из Татарстана поделились с ними опытом разработки и внедрения электронных систем, которые упрощают доступ бизнеса к госзакупкам. Рассказали об опыте сопровождения инвестора органами власти по принципу одного окна – реализации проектов с применением государственно-частного партнерства. Кировские чиновники посетили местные технопарки и индустриальные площадки, пообщались с представителями власти Татарстана. По словам зампреда регионального правительства Ильи Шульгина, кировская делегация отправилась в соседнюю республику, чтобы ознакомиться с лучшими российскими и мировыми идеями создания промпарков и их последующим применением в Кировской области. Цитирую, перед нами стоит амбициозная задача ускоренного промышленного развития региона, заявил чиновник. А сейчас информация от наших партнеров. Если вы уже задумались или приняли решение о передаче функций бухгалтерии на аутсорсинг, важно правильно выбрать компанию-партнера. На что при этом следует обратить внимание, советует руководитель компании-бухгалтерия Татьяна Максимчук. Самое главное – это договор, в котором в обязательном порядке должны быть прописаны такие пункты, как конфиденциальность, порядок передачи дел при расторжении договора с аутсорсинговой организацией. Немаловажным фактом является финансовая ответственность, то, каким образом она прописана в договоре и в какой части аутсорсеры возьмут на себя ответственность за ваш учет. Обратите внимание, сколько организация лет уже представлена на рынке, какие сотрудники работают в их штате, сколько их, какой у них опыт работы, чем они подтверждают прохождение обучения. Компания-бухгалтерия работает на рынке аутсорсинга более 8 лет. За это время ей доверились более 150 организаций с различными формами и видами учета. Если и вы хотите оказаться в руках профессионалов, звоните по телефону 24 70 79. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 58 рублей 7 копеек, евро 68 рублей 37 копеек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.